Добрый вечер! Сегодня у нас 35 урок по книге «Шмот». Начинаем мы сегодня изучать недельный раздел Торы «Итро». Начало к тексту. «И услышал Итро, жрец Медьяна, тесть Муше, обо всём, что сделал Бог для Муше и для Израиля, своего народа, что вывел Бог Израиль из Египта. И взял Итро, тесть Муше, цепору, жену Муше, после того, как она была отослана домой, и двух её сыновей, имя одного из них Гершом, потому что Муше сказал, я стал пришельцем в чужой стране, а имя другого Элиезер, потому что Муше сказал, Бог моего отца помог мне и избавил меня от меча фараона. И пришёл Итро, тесть Муше и его сыновья, и жена Муше в пустыню, где он расположился в стане у горы Божьей. И сказал Итро Муше, я твой тесть Итро, иду к тебе и твоя жена, и оба её сына с ней. И вышел Муше навстречу своему тестью, и поклонился, и поцеловал его, и спросили друг друга о благополучии, и вошли в шатёр. И рассказал Муше своему тестью обо всём, что сделал Бог фараону и египтянам из-за Израиля, обо всех испытаниях, которые встретились им на пути, и как Бог избавил их от них. И радовался Итро всему благу, который сделал Бог для Израиля, тому, что он спас их от египтян. И сказал Итро, благословен Господь, который спас вас от египтян и от фараона, который спас народ из-под руки египтян. Теперь я знаю, что Господь выше всех божеств, и в том же, в чём они злоумышляли против них. И взял Итро тесть Муше, жертву всесожжения, и другие жертвы Богу. И пришёл Аарон с ним, и все старейшины Израиля есть хлеб с тестьем Муше перед Богом. Вот такой отрывчик. Итро, тесть Муше, приходит к нему в стан, и, как мы понимаем из дальнейшего повествования, он не просто приходит для того, чтобы привезти к нему жену, которая до сих пор находится в его доме и её детей, а он и остаётся в стане. То есть, он в конечном итоге присоединяется в той или иной степени, об этом ещё будем говорить, в какой степени, но в той или иной степени, так или иначе, он присоединяется к еврейскому народу. И начинается это всё со слов «и услышал Итро». То есть, Тора здесь, очевидно, отвечает на наш вопрос, а почему он вдруг, что с ним произошло вдруг, что он решил бросить всю свою прежнюю жизнь, бросить свою страну, свой народ, свою общину, и просто общину. Было у него, очевидно, всё-таки он располагал, он обладал, очевидно, определённой властью, по крайней мере, авторитетом уважения, называется он Куэн-Медьян. Можно спорить о том, что означают эти слова, Куэн-Медьян, либо он был жрецом в Медьяне, либо он был там правителем, вождём. Но так или иначе, понятно, что был он человеком уважаемым. И вот он приходит, бросает всё и приходит к еврейскому народу, присоединяется к нему. Хотя, в общем-то, ничего, вряд ли его ждут здесь какие-то обещания чего-то из ряда вон выходящего. Почему же? Что побудило его присоединиться к евреям? И услышал Итро. Вот этот вопрос задаёт нам Раши. Какую, что услышал Итро? Какую весть услышал Итро, что оно заставило его прийти к мыше? Отвечает Раши две вести. Он услышал о рассечении моря и о войне с Амалеком. То есть, два события, которые непосредственно... Одно из них самое близкое. Предыдущая глава закончилась войной с Амалеком. Естественно, связь по контексту. Если перед этим сказано, что была война с Амалеком, и услышал Итро, о чём услышал? Ну, о войне с Амалеком. Вместе с тем, Раши ещё прибавляет здесь и о рассечении моря. Но это событие несколько отстоящее от прихода Итро. И уж если так, то дозволено будет спросить, а почему тогда именно рассечение моря, а что с остальными ударами, которые Всевышний направил на Египет, было достаточно много чудес и очень впечатляющих. И уж если молва народная разнеслась о рассечении моря, то, наверное, могла она разнестись. И о том, что было в Египте, и о том, как река превратилась в кровь, и о нашествии саранчи, и о нашествии зверей диких. Много было там чего, о чём можно было рассказывать в сводках последних новостей. То есть, что-то было в этих двух событиях, что особо на него повлияло. И вот это вот надо понять. Что, в общем-то, непросто, потому что Раши ничего на эту тему говорит. Да и другие комментаторы не очень распространяются на эту тему. Более того. Более того. Ведь вопрос Раши, нужно понять его до конца, он не только в том, что почему Итро пришёл. Что такого Итро услышал, что он пришёл? Ведь на самом же деле вопрос, он чуть более острый. Почему только Итро пришёл? А где все остальные народы? Одно из двух. Может быть, тогда, не было тогда газет, не было тогда радио, не было тогда сводок новостей. Может, тогда просто никто ничего не знал. Люди жили в каждом своём уголочке, каждый занимался только своими вопросами конкретно. А что там происходит в соседнем государстве? Поди его знать. Вполне можно было бы представить, что именно так и происходило. И тогда о том, что происходило в Египте, наверное, никто бы не знал. Но сама Тора не позволяет это предположить, потому что, как там сказано в Торе, и это строчки, которые мы читали в предыдущей главе, в Ширата-Ям, в песне на море Шаму Амимир Газун Хил Ахаз Юшвей Плашет Услышленные народы и испугались. Страх объял жителей Палестины. На Могу Коль Юшвей Кнаан Все жители Кнаана, они все просто таяли от страха. Значит, события, ну уж по крайней мере, то, что касалось рассечения моря, это событие было известно. Как, каким образом, почему, это уже другой разговор, это уже вопрос технический, каким образом то, что произошло тогда, у моря стало известно всей округе, но это стало известно. А если это стало известно, если все об этом слушали, то почему для всех это кончилось только страхом, а Итро пришел, пришел и присоединился к еврейскому народу, стал в конечном итоге Герон, Бразелит, принял иудаизм, а где все остальные? Почему все не пришли к горе Синайи? И вот здесь мы ждем, что после вопроса, который Раши задаст, будет ответ, что не исключено, что он услышал что-то такое, чего другие не слышали. А выясняется, что он слышал ровно то, что услышали все остальные. Война с молеком, рассечение молится. Как же это? Вопрос-то остается, почему тогда он пришел и все остальные остались там. Скорее всего, случилось здесь следующее. Мы сами часто видим это своими собственными глазами. Как люди реагируют на происходящее, вокруг них события? Реагируют по-разному. Один человек принимает то, что происходит, что называется, близко к сердцу, а другой не принимает. Человек послушает новости о всяких катастрофах, которые случаются, или о еще что-нибудь. Ну, послушал новости, выключил. Хорошо, если можно, сердцем кофе. Пришли к следующему пункту. Дальше есть кофе. Дальше еще что-нибудь. Нормально. Все прослушали, да, и все, ва, море рассеклось. О как! Жуть какая! Просто жуть! Только про кофе не забыть. Следующий, дальше. Какая будет следующая жуть, или еще что-нибудь? Итро принял близко к сердцу. И все-таки это еще не ответ, потому что, а почему Итро, да, принял близко к сердцу, а все остальные люди нет? А что можно себе представить, что вообще ни на кого не произвело это впечатление? Может быть, наше восприятие здесь несколько неправильное. Мы-то живем в ситуации, в которой на нас сообщения обо всяких ужасах, катастрофах, авариях, трагедиях сыплются, как из рога изобилия со скоростью по 2-3 штуки в день. Поэтому мы уже на самом деле перестали реагировать. Да, мы слышим о какой-то жуткой катастрофе. Но тогда-то, наверное, все-таки не так. Было известно о том, что происходит, но все-таки такие события должны были впечатлять. И почему же люди вернулись спокойно к своей ежедневной жизни, а Итро нет? Первый ответ, наверное, заключается вот в чем. Дальше Итро говорит следующую фразу, когда уже он выслышивает всю историю уже полностью, подробно со всеми деталями о том, как произошел исход из Египта, о том, как закончился поединок с фараоном и первые шаги по Синайской пустыне. После всего этого он говорит и сказал Итро, благословен Господь, который спас вас от египтян и от фараона. Который спас народ из-под руки египтян. Теперь я знаю, что Господь выше всех божеств. А откуда ты знаешь, что выше всех божеств? А ты со всеми знаком? А может быть, есть где-нибудь в Скандинавии какой-нибудь самый-самый-самый крутой, может быть, он круче. Что-то говорят наши мудрецы. Раши приводит это объяснение. Если Итро так авторитетно говорит, что я теперь знаю, что Бог выше, что Господь выше всех божеств, это значит, он сказал это, восполагая информацией. Мными словами, Итро до сих пор перепробовал все возможные, все имеющиеся на тот момент религии. Он все проверил, он все посмотрел, он со всеми знакомился, увлекался одной религией, бросал еще одной, еще одной. Это человек, которого можно было характеризовать как правдоискательный человек, который не довольствуется тем, что у него есть, а ищет истину. Таких людей мало. Таким был Авраам. Он тоже прошел подобный путь. Путь, который начался с отрицания. Пробовал еще и еще и еще и еще и нигде не находил правды, пока наконец не нашел. И он тоже шел таким путем. Перепробовал все, понял, что все на самом деле, все, что он до сих пор видел, все, что на самом деле, с чем он знакомился до сих пор, все это была ложь. Наконец, вот здесь он нашел правду, истину. То есть, человек, который в состоянии искать правду, искать истину, это очень неблагодарное занятие. Для большинства людей оно постоянно кончается, оно кончается плохо, люди постоянно имеют неприятности из-за своего правдоискательства. Это люди, которые не согласны быть обывателями. Таких людей критикуют, над такими людьми посмеиваются, на их счет шутят. Но такой человек, когда он слышит подобную вещь, когда у него возникает впечатление ему-то и удается это впечатление не упустить. Он делает из него выводы, он в конечном итоге бросает все и приходит, а все остальные люди, которые правдоискательны, не являются, прослушали, услышали об этом, да, очень интересно, очень впечатляющее. Жуть просто, как все представить, как это море так вот разверзло, и все. И на этом все закончилось. Это одно объяснение. Второе объяснение дает Рабхайм Жбулевич, записанное в книге его бесед. Он объясняет на основе комментария Рамбана к Шираширим, к песне-песне. Что означает в буквальном переводе «Не пробуждайте любви, пока не захочет». Иными словами, в отношениях между возлюбленным и возлюбленной, в отношениях между Всевышним и народом Израиля есть ситуации, в которых мы чувствуем удаление. Всевышний как бы отдаляется от нас, отворачивается от нас. И тогда попытаться силой заставить его приблизиться к нам. Не нужно этого делать. Подождите, пока он взглянет на нас. Дай Бог тогда не упустить этот момент. Но это пшат этого стиха. Харамбан говорит, что есть здесь еще дополнительное значение. Ачетихпадс слово это пока не пожелает, можно понять еще другим опытом. Корень хефец это корень одновременно служащий двум словам. Во-первых, желание, воля, во-вторых, вещь, предмет. Значит, аль-та-иру, аль-те-ор-иру, это вы не пробуждаете любви, пока вы не уверены, что вы сможете овеществить это пробуждение. Человек время от времени у него есть это пробуждение. Что-то что-то его выводит из обычной рутины, что-то выталкивает его из привычной калии, что-то он такое увидел, что его потрясло, что-то он прочитал, что его очень сильно тронуло, что-то он услышал, что его потрясло. Вот человек ходит под этим впечатлением 5 минут, 10 минут, 15 минут, а потом, как любое впечатление, так человек сделал, как любое впечатление, оно начинает постепенно-постепенно угасать, 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 И если человек не использует самое первое время, когда впечатление ещё сильно, чтобы реализовать это своё пробуждение, чтобы его овеществить, сделать из него хефиц, то тогда это возбуждение, безусловно, пройдёт. Пройдёт, утихнет, угаснет, как чайник, который сняли с огня. Он сначала пыхтит и стал холодным. Так происходит с большинством людей. Итро понял, что вот сейчас, после того, как он услышал, он услышал всё то, что услышали все остальные. И он тоже впечатлился, и все остальные впечатлились. И он впечатлился. Но он понял, что если он сейчас что-то не сделает, чтобы овеществить это своё впечатление, то всё пройдёт. Поэтому, как только он услышал, он тут же взял моментально и пошёл, сразу, с ходу. А те, которые послушали и продолжали пить свою чашечку кофе, так через час, через полтора, через два, всё и выветрилось. Поэтому они остались дома, а Итро пришел. Любопытно, что про Собовор Абхайм Шумлевича, который это написал, рассказывает, что он сам сделал нечто подобное. Дело было в цирковом году, когда Ешива Мир под его руководством спасалась от войны, и из города Мир в Белоруссии спаслись от оккупации в Вильнюс, оказались там в районе Вильнюса. Затем эта часть была оккупирована и в дальнейшем Красной Армией. В общем, дело было плохо, совсем плохо, потому что с Красной Армией было и с Советским Союзом очень-очень опасно оставаться. А с другой стороны приближалась война, с немцами СССР совсем невозможно было оставаться, ситуация была очень плохая. Вот кому-то пришла идея совершенно ненормальная, абсолютно-абсолютно вздорная идея – попытаться спастись, попрося разрешения на выезд в НКВД, на выезд на остров Кюрасау, голландский протекторат, для въезда, куда не нужна въездная виза. Понятно, что это была совершенно сумасшедшая идея. С другой стороны, все остальное было, шансов не было никаких. Ни с красными, ни с немцами невозможно было. И люди, которые эту идею придумали, они оказывали давление на Украина Шмолевича, чтобы он тоже присоединился к этому плану и попытался вывести всю свою ишиву, ишиву-мир через всю территорию СССР, в Японию, и затем якобы на острова Кюрасау, на который, конечно, никто не собирался приезжать. И он от этого отказывался, потому что пока ситуация тогда в 1940 году, все было не так страшно. Ишива разместилась, было место учиться, было место спать, организовали даже еду, уроки шли, занятия проходили, все нормально. Хотя, казалось бы, очень далеко от обычной нормальной рутины, но и в тех условиях, которые были тогда. Это тоже была некоторая рутина. Рутина определенная, как называют в Израиле Шеград Хэрум. То есть, время-то оно, конечно, совсем не простое, время изрядно выходящее, но и это тоже вошло в определенную рутину. Но тучи-то сгущаются. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Кто знает, кто? Кто первым? Либо НКВД наложит на них свою руку, либо немцы придут. И вот в какой-то момент Рутина понял, что необходимо сейчас что-то сделать. И тогда он встал из-за стола и перевернул свой стол. Сделать сейчас действие, как в тот момент, когда он дошел до понимания, что необходимо что-то делать, и надо принимать меры к спасению для того, чтобы прекратить, чтобы вот это вот понимание сейчас реализовать, а веществить его, сделать самый первый шаг, перевернул стол. С этого момента он начал действовать, и все это кончилось тем, что действительно произошло дальше чудо. Они получили разрешение и таким образом спаслись. Но вот само это понимание в поведении человека, что если у тебя назревает сейчас понимание чего-то, а уж тем более, если это понимание сопровождается еще эмоциональным всплеском, не дай ему угаснуть, сделай сразу что-нибудь, реализуй что-нибудь, пробей первую дырку в той массе, которая стоит против тебя, сделай самый первый шаг, начни что-нибудь. Так и Итро. Кстати, ну а война с Амалеком сюда как подходит? Ну я понимаю, что рассечение моря могло оказать на него вот такое сильное влияние, так сильно впечатлить, потрясти, а война с Амалеком здесь при чем? А Белилопьян объяснял это так. Если… Амалекитяне, они же тоже слышали про рассечение моря? Слышали. Они приняли к этому сведению? Нет. Они прослушали это, да, и по-прежнему продолжали своим путем. Кончилось это тем, что они напали на евреев и были сильно побиты. Отсюда Итро сделал вывод, вот что происходит, с человеком, который, услышав подобные вещи, не делает из них выводы. И поэтому он поспешил и постарался сделать все выводы и моментально пришел в пустыню. Все, что до сих пор говорилось, мы объяснили только два слова – И услышал. А теперь третье слово – Итро. Что его объяснять? Итро, именно. Например, после того, как Муше встречается впервые со своей будущей невестой у колодца и спасает ее от пастухов. После этого написано, что пришли пастухи и отогнали их, но Муше поднялся на их защиту и спас их, и напоил их скот. И пришли они к Реуэлю своему отцу. Не Итро его зовут, а Реуэль. Он спросил, отчего же вы так скоро пришли сегодня, и сказали, один египтянин спас нас от пастухов. И тогда он сказал, пригласите его, пусть он поест хлеб, он остался. И кончилось. И выдал тот зам Муше свою дочь Цепору. Значит, тестя Муше звали Реуэль, а не Итро. Есть еще одно место. Посмотрим, как там называется «тесть Муше». «И пошел Муше и возвратился к Йетеру своему тестю». Это немножко ближе к Йетро, уж Меруэль, по крайней мере. Но все-таки все равно не Итро, а Йетер. А еще появляются имена Ихова. Как все это понимать? Объясняет Раши. Ничего страшного, на самом деле у него было много имен. А зачем так много имен? Он же не испанский Грант. Каждый из имен, которые упомянуты в Торе, он выражает какую-то определенную из черт личности человека. И чем более многогранная личность, тем больше будет имен. Говорит Раши так. Он назван семью именами. Реуэль, Йетер, Йетро, Ховав, Хевер, Кени, Путиэль. Каждое из имен отражает какую-то определенную границу. Йетер. Йетер – это имя было дано ему, поскольку он Йетер, то есть он добавил целый раздел в Торе. Что это за раздел? Это то, о чем говорится в дальнейшем, прямо в следующем отрывке, который мы мне читали, о том, как Йетро, наблюдая за работой ему ше, за тем, как он пытается решать проблемы, возникающие у людей и обращающихся к нему, он дает ему совет, как правильно организовать процесс управления, назначить начальников над пятидесятками, над сотнями, над тысячами, а уже только наиболее сложные и трудные вопросы, чтобы решал мужей. Иначе он не в состоянии будет управлять народом, который стоит из нескольких миллионов человек. Если он будет все функции управления возьмет на себя, то это нереально и невозможно. Это целый раздел, который Йетро прибавил к Торе. Поэтому получил имя Йетр, прибавивший. Йетро. Йетро отличается от Йетро буквой Вав. Потому что, когда он принял иудаизм стал гером и стал соблюдать заповеди, то к его имени была добавлена буква Вав. Ховав. Ховав от слова лихабев, то есть симпатизировать к чему-то, любить что-то. Это имя он получил за то, что он полюбил Тору. Откуда мы знаем, что это имя его? Сказано в дальнейшем «Либней Ховав Хотен Моше» из сыновей. Люди из сыновей Ховава, тестья Моше. Здесь Моше мы до сих пор знали. Йетро. С Руэлем еще не разобрались. Значит, Ховав — это тоже его имя. Ну а что по поводу Руэль? Говорит, раньше, впрочем, относительно вот этого имени Руэль, некоторые говорят таки, что это было не имя Йетро, а имя его отца. Получается тогда, что девушки которых, сестры которых Моше спас от пастухов, побежали не к своему отцу, а к своему деду Руэлю. Что касается имени Руэль, то некоторые говорят, что это было имя отца Йетро. Почему же тогда, по этой точке зрения, о дочерях Йетро сказано, что они пришли к Руэлю? И там еще сказано не просто, что они пришли к Руэлю. Ладно, вполне может быть, пришли к дедушке. Прибежали к дедушке, рассказали им. Но там еще сказано, что они пришли к Руэлю, своему отцу. В ответ, потому что дети часто называют дедушку папой. То есть, в древнем мире, мы это не раз подчеркивали, переход через одно поколение не был существенным, и деда не всегда увеличали дедом, а называли его и отцом тоже. Поэтому Йетро здесь говорит, что они пришли к своему отцу, хотя имеется в виду отец отца. И услышал Йетро, жрец Медьяна, тесть Муше, обо всем, что сделал Бог для Муше и для Израиля, своего народа, что вывел Бог Израиль из Египта. И взял Йетро, тесть Муше, цепору, жену Муше. После того, почему он ее уберет? А разве цепор не находится вместе с Муше? Ведь мы читали в начале книги Шмот о том, как Муше отправился в Египет вместе с ней, вместе с ней, вместе с детьми. Почему же вдруг жена и дети Муше оказываются вместе с Йетро? Торрот тут же объясняет. После того, как она была отослана домой. А когда она была отослана домой? В тексте мы ничего подобного в Торе не видели. Видели только, как они отправились в Египет. Видели даже и трагические события, драматические события, которые произошли на ночлеге на пути в Египет. Но ничего такого не видели, чтобы она была когда-то отослана домой. Раши приводит нам объяснение следующее из Устной Торы уже. Когда Всевышний сказал Муше в Медьяне, поди вернись в Египет, то Муше взял свою жену и сыновей. А Аарон пошел и встретил его у горы Божьей. Муше шел из Медьяна в Египет, а Аарон по наущению свыше вышел к нему навстречу. Спросил у Аарона, а это кто такие? Муше ответил, это моя жена, на которой я женился в Медьяне. И это мои дети. Тогда Аарон спросил, куда же ты их ведешь? Муше ему ответил, в Египет. И сказал Аарон, мы горюем о тех, кто уже попал туда раньше. А ты хочешь прибавить к ним еще и этих? Спор между ними был следующий. Муше считал, что семья, жена и дети не только не помешают его миссии в Египте, а даже наоборот. И если люди увидят, что он приводит жену и своих детей в Египет, то это, наверное, поможет вселить уверенность в сердца людей. Они увидят, что Муше не боится приводить сюда своих детей. Зачем он ведет своих детей в рабство? Из свободы в рабство. Значит, он уверен, что очень скоро все закончится. Аарон смотрел на эту ситуацию иначе. Человек, который приезжает для того, чтобы кого-то откуда-то освободить, он не будет вести с собой свою семью нужную идею. Он же приехал за данное короткое время. Так зачем их везти сюда? Приехал. Сейчас пойдем к фараону, объясним ему, что мы уходим. До свидания и поехали. Зачем же жену с детьми? А, ты берешь жену с детьми, значит, очевидно, ты собираешься сесть всерьез и надолго. Это, наоборот, приведет к отчаянию. Поэтому он и говорит ему, мы уже плачем о тех, кто попал сюда раньше, а ты сюда еще приводишь новых людей. Моше внял этой мысли и сказал ей, возвращайся в дом отца. И тогда она взяла обоих сыновей и ушла. Вот поэтому сейчас, когда исход из Египта состоялся, Итро приводит свою дочь и своих внуков к Моше. Куда он приводит? В пустыне. Подчеркивается, мы уже знаем, что Моше находится в пустыне. В ритраже зачем это сказано? Ведь мы же уже узнаем, что она находилась в пустыне, но это говорится только для того, чтобы подчеркнуть хвалу Итро. Он жил, окруженный всеобщим почетом, уважаемый человек. Но его сердце побудило его отправиться в пустыню. Никуда абсолютно. Все только для чего? Для того, чтобы получить Тор. Для того, чтобы выслушать слова Тора, для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу. Ради этого он был готов уйти из места, где он пользовался всеобщим уважением, в пустыню. В никуда. Кстати, Тора здесь упомянула еще раз имена сыновей Муше. Имя одного Гершом, а имя второго Элеза. Гершом от слова Гер, пришелец. Почему он называл первого сына Гершом? Потому что Муше сказал, я стал пришельцем в чужой стране. То есть, находясь в Медьяне, он чувствует себя на чужбине. А где же его естественное место? В Египте. Там, где находится. Не только потому, что он там родился, а потому, что там находится его народ. Это его родное место. А здесь в Медьяне он пришелец. А имя другого Элеза. Что только у вас не означает? Бог, как это объясняет Тора. Потому что Муше сказал, Бог моего отца помог мне. Элеза, мой Бог, мне в помощь. Есть комментаторы, которые задают вопрос. Казалось бы, если уже Муше считает нужным назвать своего сына в честь Бога, который помог ему, избавил его от меча фараона, спас ему жизнь, то, скорее всего, нужно было бы, если было у него это чувство, то, скорее всего, нужно было бы выразить в имени первого сына. И первого сына назвать Элеза. Бог спас его, позволил ему убежать от меча фараона, прийти в Медьян. Здесь Бог помог ему найти жену. Потом уже, дальше можно уже отметить, что, в общем-то, он уже годами-годами живет пришельцем в чужом месте. Почему порядок не такой? Рабмейр Симха из Двинска, Мишихохме, объясняет, это вот как. Мы знаем, что когда Мушея женился на Ципоре, то у него был договор с Итро. Итро потребовал, как условие для этого брака, что первого сына, Мушея не будет воспитывать на свой лад, а первого сына отдадут, чтобы сделать из него жреца, идолопоклонника. Его отдадут в семинаре, будет там учиться. Мушея согласился, он пошел на это условие, потому что он был уверен, что через некоторое время он сумеет Итро убедить, переубедить, и все будет хорошо. Да, действительно, все закончилось хорошо в этом плане. Хэппи энд. Сын Мушея не стал идолопоклонником. Вместе с тем, говорят наши мудрецы, что ничего не происходит, не проходит бесследно. Бесплатных завтраков не бывает. Сын Мушея не стал идолопоклонником. А что касается его внука, здесь дело было плохо. Сказано в дальнейшем, в книге Шофтим по поводу племени Дан, которые стали поклоняться идолу, и установили себе сыновья Дана, идола. И Йонатан, сын Гершома, сын Муше, сын Муше, он был служителем, он служил при этом идоле. При этом наши мудрецы, кто это такой сын Йонатан, сын Гершома, сын Минаше. Имеется в виду сын Гершома, сын Муше, то есть попросту внук Муше. Так это все закончилось. Именно поэтому, хотя Муже был уверен, что ничего плохого не случится, и ему удастся отговорить Йитру от этого неразумного замысла, но вместе с тем язык у него не повернулся назвать своего первого сына, которого он обещал отдать в обучение к этому поклонникам, назвать его именем Бога Элиэзер, язык у него не повернулся. Поэтому первого сына он назвал Гершом и только второго Элиэзер. Рамбан приводит здесь дискуссию, очень важную, на следующую тему. Когда произошли вот эти вот события, которые, о которых мы сейчас читаем. Когда пришел Йитро в стан евреев? На первый взгляд вопрос довольно сам, в случае, когда? Как Тур описывает, вот был исход из Египта, рассечение моря, потом история с Маном, потом с водой, потом война с Амалеком и после этого он пришел. А потом получили то. Такой порядок. О чем же спрашивать? На самом деле, среди мудрецов есть спор. Тот самый вопрос, с которого Раши начал свой комментарий к этой главе, он начинается не в комментарии Раши, а начинается это все в сборнике мудрошей. И вопрос там именно о том, что услышал Моше, что услышал Йитро, простите, в результате чего он пришел. Что же такое услышал Йитро, что подтолкнуло его прийти и принять еврейство? Первое мнение, он услышал о войне с Амалеком и пришел. Почему? Непосредственная связь. Ведь непосредственно перед этим написано именно об этой войне. Так объясняет Раби Йошуа. То есть, то, что он услышал о войне с Амалеком, это мнение Раби Йошуа. С ним не все согласны. А Раби Лазара Мудаи говорит ничего подобного. Йитро услышал о даровании Тора и пришел. Ведь когда Всевышний дарвал Тору за нам Израиль, его голос разносил от одного края Медра до другого. Это уж точно все услышали. Получается, по мнению Раби Йошуа, Йитро пришел сразу после войны с Амалеком. То получение Торы. По мнению Раби Лазара Мудаи, Йитро пришел после получения Торы. Когда он услышал, что он услышал? Он услышал о даровании Тора и пришел после. Раби Лазар, сказал, он услышал о рассечении моря. Ведь даже блудница Рахав, жившая в Кнанском городе Ирихоне, говорила посланникам Йошуа Бенуна в дальнейшем в начале книги Йошуа, мы слышали, что Бог иссушил перед вами Тресниковое море. Получается так, что согласно, спор между ними о том, что он услышал, точнее, что он мог услышать. Каждый приводит доказательства. Война с Амалеком, а об этом рассказывали в новостях? Не все с этим согласны. Раби Лазара Мудаи, скорее всего, он услышал про дарование Тора, потому что об этом точно сказано. Говорят наши мудрецы, что голос Всевышнего разносился тогда по всей планете. Что касается третьего мнения, мнения Раби Лазара, мы видим, что в дальнейшем, даже через 40 лет, Рахав рассказывает разведчикам, которые пришли в Ерехон, что мы слышали о том, что Бог осушил море перед вами. Стало быть, Етро, скорее всего, услышал именно это от Раби Лазара. Так получается, что по мнению Раби Ушуа и Раби Лезара оба согласны, что Етро пришел до получения Торы, только спор между ними, что конкретно он услышал о войне с Амалеком или о рассечении моря, а мнение Раби Лазар Мудаи не такое, что он пришел вообще после того, как была дана Тора. Тогда вопрос, а почему же Тора об этом рассказывает до того, как она рассказывает о получении Торы? Обращаемся к Рамбану. И пришел Етро относительно этих событий мнения наших наставников разошлись. Есть мнение, что Етро пришел до дарования Торы, как видно, из-под Лезар на Сеглав. Это мнение Раби Ушуа и Раби Лезар. А есть утверждающие, что Етро пришел после дарования Торы, это Раби Лазар Амодаи. И это второе мнение, безусловно, подкрепляется самой строкой Торы. И пришел Етро, тесть Муше и сыновья его и жена его к Муше в пустыне, где он находился, он встанет у горы Божьей. Если бы он пришел к нему сразу после войны с Амалеком, он, по идее, должен был бы прийти к нему в Рафидим. И самое главное, гора Божья, гора Божья, это каким образом Синай становится горой Божьей, потому что Всевышний там на горе Синай раскрылся и давал там Тору. С тех пор это гора Божья, скорее всего. Кроме того, то есть Етро пришел к Муше, когда тот находился встанет перед горой Синай. А когда еврейский народ пришел к горе Синай, пришли в начале месяца Сиван, первого Сивана, и через 6 дней сразу получили Тору, а потом уже сидели там целый год. Так если Етро пришел к Муше, когда тот стоял лагерем у горы Синай, значит, это, скорее всего, могло произойти после дарования Тора, потому что до дарования Тора были всего 6 дней там. Евреарь Литро пришел именно в этот самый момент, просто времени на него тогда не было, все эти дни были заняты подготовкой к получению Тора. Значит, скорее всего, если он пришел неврефидимо, пришел он к горе Синай, это произошло после получения Тора. С этой точки зрения это замечательное доказательство утверждения Рабелязара Мудаи. И еще одно доказательство. Еще Муше сказал в дальнейшем, когда Итро спрашивает, чем ты здесь занимаешься, когда люди к тебе приходят и стоят в очереди к тебе целый день. Муше говорит, я разбираю тяжбы между людьми и объявляю уставы Бога и его законы. Ага, а откуда это законы у Бога? Откуда у мужа законы Бога? Только после дарования Тора можно было бы сказать, что у нас есть законы Бога. Значит, этот разговор между Итрою и между Муше на следующий день после его прихода так получается вроде происходит после дарования Тора, когда уже есть законы Бога. До дарования Торы вряд ли можно говорить о законах Бога. А ведь уставы, словами Рамбана, а ведь уставы и законы были даны ему на горе Синай. Ну, это не смертельное доказательство, потому что, во-первых, речь идет здесь про тяжбы, то есть про имущественные отношения, а их можно разбирать и не имея законов Торы. И, кроме того, если уже совсем уточнять, то на самом деле Деним, то есть именно эти самые законы Тора, касающиеся имущественных отношений, были даны еврейскому народу до дарования Торы на Синай, были даны на стоянке, которая была в Нара. И все же. И далее написано, «И отослал Муше своего тестя, и тот пошел в свою страну». После того, как Тора рассказывает здесь в следующей главе, в продолжении главы, что Итро пришел, затем дал Муше этот совет по поводу реорганизации и управления народом, и затем он ушел, Муше его проводил. Ну, ушел, ушел, очевидно. Прямо как пришел, так сразу почти и ушел. Но если мы посмотрим, как это описывается в книге Бамидбао, в разделе Баалутха, то там сказано, «И сказал Муше Ховаву сына Руэля Меденитянина и тестью Муше, мы направляемся к месту, о котором Бог сказал». То есть, это происходит тогда, когда еврейский народ уже сматывает свой лагерь, разбирает свой лагерь и через год пребывания после, год пребывания у горы Синай отправляется в путь, чтобы войти в Радсисраэль. Значит, когда он уходит? Уходит почти через год после дрования Торы. Когда он туда пришел? Опять же, скорее всего, он пришел после дрования Торы. И там написано, но он сказал ему, «Не пойду я с вами». Ты говоришь, «Пойди с нами». Что он сказал? Муше обращается к своему тестью. «Мы направляемся к месту, о котором Бог сказал, я дам его маму». То есть, в Радсисраэль. «Пожалуйста, пойди с нами». И там уже написано, он сказал, «Не пойду, лучше я пойду на свою землю, на свою родину». То есть, это и есть уход. Получается, что тот уход, который упомянут здесь, в книге «Шмот», по идее, сразу после того, как он пришел, не задержался долго. В книге «Бомидбар» оказывается, что этот уход состоялся через год после дрования Торы. Значит, и приход его был после дрования Торы. Но если так, мы привели здесь достаточно аргументов, говорит Рамбан, в пользу того, что ятро пришел только после дрования Торы. Но если так, почему Тора тогда написала об этом перед дрованием, перед тем, как она описала дрование Торы. И здесь Рамбан обращается за помощью к комментарию Ибнезры. Раби Авраам Ибнезра поясняет, что так было сделано потому, что перед этим повествуется о нападении Амалекитян. То есть, непосредственно из контекста. То есть, после того, как рассказывается, какое зло причинил нам Амалек и какое возмездие его ожидает, то, что Всевышний объявил войну Амалеку во всех поколениях и повелел стереть память об Амалеке. После этого сказано, наоборот, полная противоположность, как Итро себя вел, после этого упоминается, какое добро сделал нам Итро, и как ему будет оплачено добро. И когда сыны Израиля будут уничтожать, как нам заповедано, потомков Амалека, тогда произошло это во времена царя Шауля, когда первый царь еврейского народа Шауль получил повеление от пророка Шмуэля уничтожить Амалекитян. И вот тогда оказывается, что среди Амалекитян находятся потомки Итро, кини. Кини, кинейцы, это было племя Итро, и царь Шауль обращается к этим кинейцам, уходите, отделитесь от Амалека, потому что мы будем сейчас с Амалеком воевать, и как бы я, не дай Бог, случайно в ходе битвы не задел бы и вас. Мы к вам ничего, не только что ничего не имеем, но и наоборот, мы благодарны вам за все то, что сделал когда-то Итро как Тура противопоставляет. Вот как Амалек, как он отнесся к нам, и что он получил, а вот с другой стороны Итро, все то добро, которое сделал нам Итро, и его награда в будущем. Вот почему Тура посчитала необходимым историю о Итро переместить из того места, где она должна была бы быть, если бы было по хронологии все написано правильно, перенесла в другое место. Ибнезру вовсе не беспокоит подобного рода перемещение операции, поскольку наши мудрецы давным-давно уже сказали «Эйн мукдамум и ухарбы Тура». То есть события описываются в Торе не в соответствии с хронологическим их порядком, порядок иной, порядок сущностный. И здесь, поскольку есть связь между войной Амалека и поведением Итро, Тора сошла необходимо записать их один за другим. Так пишет Ибнезру. Но при всем при этом я задаю придерживающимся такого мнения вопрос. Так, мнение «Эйн мудрецы» «Эйн мудрецы» которого придерживаются Ибнезра, еще раз, комментаторов. У меня есть только один вопрос для Трампа. Ведь в Торе говорится, «И услышал Итро, жрец Медьяна, тесть Мушей, обо всем, что сделал Бог для Мушей и для Израиля, своего народа, что вывел Бог Израиля из Египта». Вот что он услышал. Если он пришел после получения Торы, почему бы не было бы сказано, что он услышал о даровании Торы? Почему не упоминается и о даровании Торы, при котором Всевышний сделал для Мушей Израиля величайшие чудеса? Ведь написано, ибо спроси, а может быть, об этом не было известно, что подобного? Ведь написано, ибо спроси, о временах прежних, что были до тебя, с того дня, как сотворил Бог человека на земле, от края неба до края неба, было ли что-нибудь подобное этому великому делу? Или слыхано ли подобное этому? Слышан ли какой-нибудь народ? Голос Бога, говорящего из огня, как-то остался, слышал. Это было самое великое событие всей истории. Слыхано ли что-нибудь подобное этому? Не слыхано. Так если уж так, если уж говорится, что тогда действительно привело Ятро к тому, что он бросил все и пришел в стан еврейского народа, нужно было бы сказать, конечно, Синайское откровение, вот что он услышал, и о нем было известно. Как сам Рабеля Зарму до Игоря. Что это его привело? Ну, если это его привело, почему Тор об этом не говорит ни слова? Почему Тор не подчеркивает, что это событие и навело его на мысль бросить все и прийти? Более того, почему не говорится, что Моше рассказал ему об этом? Ведь как сказано дальше? Еще дальше, когда говорится, и рассказал Моше своему тестью обо всем, что сделал Бог. Фараоны, египтяны, мы за Израиль, обо всех испытаниях, которые встретились им на пути. Ну, и о том, что Бог дал то, ни слова. И Итро ответил, вот теперь я узнал, что Бог выше всех божеств. Почему не упоминает сам об откровении, о Синайском откровении-то тогда? Ведь именно это откровение-то показало, что на самом деле Бог есть истина, и Тора его истина, и нет больше ни одной единой силы, кроме Него. Именно тогда, когда, как говорят наши мудрецы, что Всевышний разорвал все небеса, так что можно было увидеть, что нет никого, кроме Бога. Но только именно это должно было убедить Итро в ложности всех остальных религий. Больше всего, куда больше, чем исход из Египта и разрешение моря. Почему же об этом-то не сказано? Но, говорит Рамбан, возможно, при всем при том. То есть, последователи этого мнения, последователи Рабеля Азар-Мудай, могут сказать следующую вещь. Возможно, такое объяснение. Итро, как только он еще находясь в своей стране, он получил первое известие, услышал о том, что Бог вывел Израиль из Египта. Он немедленно, только услышав об этом, он тут же отправился в путь. И, находясь в пути, про Синайское откровение не слышал. В пути он был. Об этом ему не стало известно. Поэтому, когда Торок говорит, что, какие вести подтолкнули его к тому, что он бросил все и пришел, исход из Египта, точнее, то, что говорит Раби Ушуа и Раби Лезер, а именно, рассечение моря и война с Амалеком. Это то, что он услышал, и поэтому бросил все и пустился в путь. О получении Тора не слышал. Пришел стан евреев, называется, самое главное, ты пропустил, дороги он был. пришел уже после дарования Тора. А почему тогда Муше не рассказал? Точнее, Муше, конечно же, рассказал. Почему Тора не говорит, что Муше рассказал ему об этом? Потому что это, само собой, очевидно. Не может так быть, что Муше не рассказал ему о самом главном, самом важном событии. И это настолько очевидно, что Тора даже, настолько тривиально, что Тора даже не считает нужным об этом упомянуть и об этом говорить. Это все до сих пор, что Ромбан говорит. Это, с одной стороны, аргументы в пользу мнений Роби Эльазара Мудаи и комментаторов, которые идут вслед за ним, что Итро пришел после дарования Торы. Ромбан перечислил аргументы, задал Ромбан вопрос, почему в Торе это не упомянуто и объяснил, дал объяснение, которое вполне приемлемо, что, не упомянуто это в Торе, ибо на самом деле Итро вышел из дома до дарования Торы, но в еврейский стан пришел уже после дарования Торы. Но сам Ромбан считает более предпочтительным другое объяснение. Но мне представляется, что следует придерживаться порядка событий. Всюду и везде Ромбан последовательно говорит следующую вещь. Если ничто не вынуждает, жестко ничто не вынуждает нас сказать, что события изложены не в хронологическом порядке, то по умолчанию следует предполагать, что они таки да изложены в хронологическом порядке. То есть, сначала война с Амалеком, потом приход Итро, и только потом уже дарование Торы. Итро пришел до дарования Торы, когда они еще были в Рафидим. Как сказано в Михильте от имени Рабьюшуа, Итро услышал о войне с Амалеком и пришел в стан к евреям. Ведь непосредственно перед этим написано именно об этой войне. И уже вместе с евреями он отправился из Рафидим к горе Синай. Противозадача будет сказана в тексте, что он пришел к горе Божьей, а не в Рафидим. А сказано это в пустыню, где он расположился, в стане у горе Божьей. И это, ну, как говорит Рамбан, вовсе не потому, что сыны Израиля стояли в то время с Таном у горы Синай. Это не значит, что они стояли там с Таном, и тогда, а они с Таном там встали за несколько дней до получения Тора, стало быть, если Итро пришел сразу туда, к ним в стан, то это значит должно было произойти после получения Тора. Нет, не это имеется в виду. Просто потому, что гора Синай была на его пути недалеко от Медьяна. Да ведь и Моше ходил сюда из Медьяна пасти скот своего тестя. То есть, когда он шел к Моше и к евреям, которые в тот момент стояли с Таном в Рафидим, а не у Синай, но путь его шел через гору Божью, через Синай, совсем недалеко от Медьяна. Поэтому говорится, что он туда пришел. И вот Итро вышел вместе с своей дочерью Циповой, ее сыновьями. Вышел он из Медьяна. Они пришли к горе Синай, а когда они пришли к горе Синай, в это время, где находятся евреи, еще не у Синая, а еще в Рафидим, там, ликитянами. А Муше находился в Рафидиме, в пустыне Син. Как сказано, а пустыня Син, она как раз и находится между Рафидим и между Синаем. Как сказано, и пришло, и двинулись из Елимы, и пришло всеобщество сынов Израиля в пустыню Син, которая между Елимом и Синаем. То есть, пустыня Син доходит до самого подножия горы Синай. И вот эту строку следует объяснить так. Пришел Итро, тесть Муше, и сыновья его, и жена его, к Муше в пустыне, где он расположился в стане у горы Божьей, и, то есть, пошел, встань, он пришел к ним в стане, и пошел к горе Божьей, поскольку он пришел именно к горе, и там-то и остановился. И мне так же кажется, ну, а что же мы будем делать с уходом? Вопрос с возвращением. Ведь раньше Рамбан привел здесь это как один из наиболее сильных аргументов. Пользуя тех, которые говорят, что Итро пришел после дрова нету. Ведь получается, что он ушел довольно быстро после того, как пришел. А в книге Бамидбар выясняется, что он уходит, что есть разговор между Муше и Итро, Муше уговаривает его не уходить, идти с ними в Ира Цисраэль, а Итро говорит, нет, я пойду. А это происходит через год после дарования Тора. Как же так? А Рамбан утверждает, что Итро пришел до дарования Тора. Ответ Рамбана. А мне так же кажется, что в строке я отослал Муше своего тестя и пошел тут в свою страну. Так же говорится о первом годе пребывания евреев в пустыне, а не о втором годе, когда уже двинулись все. Он ушел сразу после того, как он пришел, после этого ушел, а затем уже вернулся к Муше. Зачем ему было уходить, потом возвращаться? Что он забыл у себя дома? Возможно, он сам сделал георус, он сам перешел в еврейство и вернулся домой для того, чтобы все, весь свой род обратить в еврейство. И после этого он вернулся уже к Муше, когда евреи все еще стояли станом у горы Синай. Ведь она, как я уже помянул, находилась совсем не только от Медьяна. То есть туда и обратно это очень короткий путь. Значит, он ушел сразу после того, как пришел до получения Торы. Затем вернулся снова в стан евреев и уже остался в этом стане. И когда стан уже двинулся в путь месяц Ияр, второго года пребывания в пустыне, через год почти после дрования Торы, вот тогда Муше обращается к тестью, говорит ему, мы направляемся к месту, как это описывается в книге Бабмабар, в разделе Баалутха, мы направляемся к месту, о котором Бог сказал, я даю его вам, то есть землю кнаадскую. Пожалуйста, пойдем с нами. И Тро ответил, мы знаем, не согласился, сказал, не пойду. Лучше я пойду на свою землю и на свою родину. Это не тот уход, который описывается здесь в книге Шмот. Это два разных ухода. Первый раз он ушел и вернулся. Второй раз он сказал, что он не хочет уходить. А Тора там написал в книге Бабмабар, что он действительно ушел, что он не продолжил вместе с еврейским народом? Нет. Тора только выразила его нежелание идти в Расисраэль, его желание вернуться к себе домой. Но очень может быть, что Муше упрашивал его и сказал, пожалуйста, не оставляй нас, я прошу тебя об этом, потому что ты хорошо знаком с местами наших стоянок в пустыне, и ты мог бы служить нам глазами. Если ты пойдешь с нами, то добро, которое Бог сделает нам, мы сделаем и тебе. И что дальше? И Торож ему ничего не ответил. И создается впечатление, что он принял просьбу Муше и поступил соответствовать его воле, не оставився в Евреев. И так он не ушел тогда, а он продолжил вместе с евреями, пришел в Расисраэль, и с ними вместе он и остался. А то, что написано, что Муше проводил своего теста и отправил его домой, это был временный уход. Он произошел до получения Торы, потом Итро ушел для того, чтобы обратить еврейство в свою семью, вернулся снова к Муше и остался, и больше уже с еврейским народом не расставался. Так вполне возможно это объяснить. Итак, подведя итог, напомню, что о том времени, когда пришел Итро, есть два мнения. Эти два мнения, они еще в Среди Хазаль, в Медраше, мнение Рабелезар и Рабешуа, с одной стороны, что Итро пришел в стан евреев до дарования Торы, мнение Рабелезара Мудаи, что он пришел после дарования Торы, Рамбан объяснил и первое мнение, но сам он придерживается второго мнения, поскольку по умолчанию мы считаем, что Тора, пишет Рамбан, излагает события в хронологическом порядке. Стало быть, так все и было. Сначала пришел Итро, пришел, затем ушел и снова вернулся, только после этого было дарование Торы, а уж потом хотя он хотел во второй раз уходить, Мушеево уговорил и он уже не уходил и вместе с еврейским народом остался навсегда.